Доброе утро, дорогие друзья! Хочу вам показать малыхи, которые у меня уже цветут. Розочки первогодки, посаженные. Вот это розочка Дэвида Остина, Джубили Селебрейшн. Знаете, мне невозможно смотреть новые сорта какие-то роз. Для меня новые, которых нет у меня в саду. Потому что я их хочу все. Посмотрите, как не могло быть, чтобы у меня не было вот такой красавицы Джубили. Это роза из Мишкиных роз. Я сейчас показывала, что саженец был такие тоненькие веточки, хиленькие. Но вот посмотрите, она начинает цветение. Она еще, видите, только бутончик у нее, только. И уже она начинает выпускать дополнительные из каждой пазухи листика веточки. Видно, что она сильная. У меня даже не поднимется рука. Ну, никак не поднимется рука срезать или в вазу их поставить. Нет, я хочу любоваться тут. Я хочу любоваться ими. Вот, там, где они растут. Вот, вообще, насколько она прелестна. Конечно, цветок у нее будет намного больше. Но это просто, я не знаю, великолепие. Но разве вообще можно не любить розы Дэвида Остина? Посмотрите, малыха. Ну, естественно, маленький цветок относительно ее. Но она его держит. Посмотрите, какая малыха. Не знаю, что будет. Свои розочки я подкармливала. Я вам говорила, что кормлю их. Просто проливаю совсем чуть-чуть доза жидкое удобрение Бонафорте для роз и хризантем. Вот такая джубили селебрейшн. Вот такой кустик на роз. Он, наверное, сантиметров 35. Видите? Но каждый держит свой цветочек. И на ней раз, два, три, четыре, семь бутончиков. А рядышком, посмотрите тоже, какой кораллово-желтый. Это Кристофер Марлоу. Но я думаю, что это он. Видите? Ну, как бы думаю, что это он. Тоже посмотрите, как он активно нарастает. Не прищипывала его, давала все у меня побеги. Только прищипываю те, которые слепые. А которые цветут. И видите, все, она нарастает и снизу выдает побежки. И вот еще побежки. Все-таки эта роза, если у нее заложена генетика, и пускай даже саженец тоже, саженец же малюха-малюха. Там даже не видно. Я все обрезала практически, как бы, ну вот, очень низко было от прививки. Но видите, какой у нее приятный, какой-то у меня коралловый. Но я думаю, что это Кристофер Марлоу. Ну, по первому цветочку, конечно, не судит. Но при лестнице. А вот это еще тоже первогодка при лестнице с таким интересным цветом. Кока-лока. Вот такая розочка. Конечно, ищу для нее соседей. Как-то ту петунию подставлю. И все смотрю, с кем бы она лучше сочеталась. Вот она такая в полуроспуске. Только в полуроспуске. Но как наросла, вот интересно. Смотрите, тоже прививка в горшке. Она не заглублена, потому что корни были такие длинноватые. Если бы я ее заглубила вот так, посмотрите, видите, она выдает уже сколько побегов. Вот она цветок заложила. И посмотрите, с пазухи листа пошли у нее веточки. Вот тут был слепой побег. Прищипнула, пошли. Тут, посмотрите, цветет. Тут уже так вот более раскрывшийся цветочек. Посмотрите, вот с пазух листьев все пошло. И тут вот полубутончик. Так, тоже пошли, 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 пошли веточки. Видите, вот так наросли. Как-то особенно в горшках. Может, у них хорошо прогревалась изначально в горшке корневая система. В земле все-таки температура была у нас. У нас в Беларуси лично было всегда холодно. В горшке, может быть, быстрее прогревалась. И быстрее она пошла в рост. И еще сейчас покажу. Все-таки я ее определила как Дарси Бассел. Но мне вот интересно вам показать, как она быстро идет в рост. Я вам показывала, что мне казалось, что это Манстед Вуд. Но Манстед Вуд все-таки немножко другая. По цвету они схожи. Но вот строение цветка чуть-чуть другое. Цветок меньше. Но как она нарастает. Я вам показывала, что были маленькие тут эти побежки. Да, посмотрите, они вот растут. Розочка не осыпается, держит себя, выпускает третий. Смотрите, вот она цветет. Спускаемся ниже. Везде заложила. Везде она заложила вот эти побежки с каждой пазухи листа. Конечно, я ей дам процвести. Не могу. Мне вот надо любоваться все-таки цветами. Может быть, кто-то срезает раньше, чуть дал. Я любуюсь. И посмотрите, все она растет. Она и цветы залаживает, и цветет, и побежки выпускает, и цветет. Самому хилейшему, конечно, не дашь. А сейчас тоже покажу штамп первогодка. Я вам показывала. Первый год только она у меня, этот штамбик. Принц Дамонако. Тоже посмотрите, сколько повыпускала она тут базальных побегов от прививки. Вот прям вот побежки, вот побежки. Везде у нее вот там побежки, везде, где красноватые листья, везде побежки. И причем вот еще цветет, нет, цветает. Везде на ветках, вот тут в каждом пазухе листа она закладывает побежки. Вот тоже все это новое. Поэтому я вот таким сильным розам, конечно, цвести своим я даю. Она у меня в горшке, я боюсь. Я думаю, что она наклонится. Я думаю, что я ее в горшке прикопаю в земле. Ну, пускай она у меня будет в горшке. Это первый мой штамп. Мне как-то не хочется его загубить, потому что очень много растений. У меня сложный участок в плане, что когда снега, я много чищу, и все это на моей территории. Вот так нарастают мои розочки. А пока до новых встреч!